знаете мне еще интересно было бы узнать кто первый раз если кто есть такие люди на сегодняшнем вебинаре и напишите мне вообще вы владеете монетой сая правильно ее название это сая не сия коин как мы говорим а сая коин есть у кого-нибудь куплена такая монетка у нас три минуты мы можем пока поговорить да ну хорошо есть инвесторы это всегда хорошо человек когда куда-то вложил деньги он начинает узнавать побольше да об этом у него есть мотивация интерес когда у человека нет этого владения то он может что-то упустить а если у вас она есть да вы будете более внимательно смотреть за курсом за новостями по монете интереснее будет как бы у нас с вами диалог разговор ну ладно давайте я думаю что мы начнем если кто-то там задержится до буквально там две минуты у нас осталось но ничего страшного значит ребят меня зовут инна пунегова я спикер компании вирекс компания вирекс предоставляет нам эту вебинарную комнату компания молодая открылась осенью семнадцатого года но очень много уже сделала за этот период собирается сейчас выходить на оси у нее громадные планы большие перспективы я так думаю компания очень надежная и удобный сервис предоставляет для людей которые хотят инвестировать в криптовалюты в криптомонеты да мы их называем альты альткоины в кошельке вирекса есть ряд альткоинов и подборка довольно неплохая я уже говорил о том что с некоторыми монетами я может быть где-то не соглашусь но их мало их по пальцам пересчитать в основном подборка очень очень хорошая поэтому в формировании вашего инвестиционного портфеля вы можете как раз ориентироваться вот на этот список и не забывать смотреть те монеты которые будут выходить вот-вот над которыми работают программисты и прописывают кошельки на сегодняшний день мы с вами будем рассматривать криптовалюту сая сая coin но вы ее называете сия значит что это за монета мы рассмотрим ее для того чтобы понять ее инвестиционную привлекательность собственно что стоит от нее что-то ожидать или нет вот это такая монета которая которую нельзя рассматривать просто как монету отдельно потому что сая сторич платформ это как раз та платформа которая ну децентрализованная до которой исполняет определенные функции и внутри нее есть монетка платежная токен который называется вот этот сая coin да что же такое вот эта сама платформа сама услуга и какая идея значит это децентрализованная платформа хранения которая обеспечивается технологии блокчейн почему мы доверяем технологии блокчейн потому что там недопустимы подделки то есть там очень много пользователей и каждый пользователь хранит частичку информации получается информация вся хранится не в одном месте централизованно а распределенно децентрализованно да и поэтому ничто нельзя подменить потому что если произойдет подмена другие участники этой децентрализованной базы данные централизованной сети они не примут эти изменения платформа использует неиспользуемые жесткие диски по всему миру для создания рынка хранения данных как правило мы говорим о данных видео фото текстовый информации которые вот это хранение является более надежным дешевым чем традиционные поставщики облачных хранилищ а что имеется ввиду под традиционными поставщиками вот меня недавно лично коснулась эта тема когда у меня закончилось место на google диски и мне пришлось его докупать точно также вы может быть пользуетесь индекс диском да но в объеме так сказать в масштабе планов команды сая индекс диск даже и не рассматривается да они равняются на такие компании как amazon у гугла есть там облачное хранилище да у майкрософта есть такой сервис как дропбокс я им тоже пользуюсь потом есть такой сервис и вот в америке oyster pearl и мэйд сейф это тоже молодые такие стартапы которые в принципе доносят ту же самую идею то есть рынок и он вас требует он требует эту услугу потому что централизованные компания вот эти мощные компании они дорогие в обслуживании они уязвимы потому что централизованы они могут воспользоваться при желании да и недобросовестном поведении вашими данными они почему дорогие услуги оказывает потому что вынуждены делать резервные копии по хранить эту информацию на каких-то облачных хранилищах и так далее то есть у них себестоимость хранения повышается а здесь идея что вы некую информацию дробите на кусочки раскидывайте это мы мелкой пылью по всем пользователям сети да и у вас получается затраты во много-много раз меньше чем при централизованном хранении плюс ко всему никто не может залезть вашу информацию и как-то восстановить попытаться восстановить эти файлы потому что они зафишированы зашифрованы ну и в общем все достаточно быстро работает надежно и ну все по идее должны быть довольны то есть если сеть будет расширяться да то она наберет масштабы естественно если сеть будет расширяться то и будет расти спрос на вот эту внутреннюю монету и тогда у компании все будет хорошо вот и давайте посмотрим насколько вот эта вот идея и их команда да соответствует вот их амбициозным планом и тогда мы уже сможем вот опять положить эту монету на ладошку рассмотреть со всех сторон и принять какое-то ну найти не решение а у нас будет понимание то есть есть ли шанс у этой монеты или шансов скорее нет чем да потому что здесь гарантировать в инвестициях вам никто не может поехали значит смотреть облачное хранилище извините еще не до конца поправилась суть идеи проста одни пользователи они называются хостами да то есть вы тоже можете им стать предоставляют свободное место на жестком диске для общего пользования и за это получает вознаграждение вот в этой монетки сая коин другие пользователи арендаторы рентеры они сейчас у меня слайдик под загрузится и не вижу его до конца они нужное количество места арендуют вот у этих хостов и за определенную тоже плату соответственно вы можете быть одновременно как хостом так и арендатором нужно просто исполнить эти условия но это реально если у вас быстрый интернет если у вас позволяет память если у вас лишняя память есть на компьютере да если вы у вас наличие вот эти деньги вы их на майнили или вы их приобрели вы можете подключиться к этой сети то есть эти две роли можно совместить смотрим дальше хочу здесь вам зачитать на этом слайде сейчас подгрузится я сделала скрин прям словами от компании как они доносят эту мысль ой какой медленный интернет не знаю насколько вам видно но у меня еще пока не загрузился слайд в общем мысль в принципе хороша команда обучена то есть молодые ребята имеют техническое в хороших вузах полученное специальное образование значит и основная идея заключается в том что вместо аренды хранилища от центрального банка серверов как и в случае с традиционными облачными платформами вы на платформе сая арендуете пространство друг у друга через свою платформу распределенного облачного хранилища в чем тут фишка почему здесь можно быть не бояться за свои данные потому что сая использует кодирование стирание такое специальное кодирование которое распределяет зашифрованные фрагменты данных по сети и имеет независимую блок цепочку с токенами которые называются сая coins и они поддерживают сеть используя шифрование криптографические контракты смарт-контракты и избыточность сая позволяет объединять ненадежные и неизвестные машины единый логический узел облачного хранилища который быстрее дешевле и надежнее чем традиционные платформы облачного хранения это сказал дэвид ворик соучредитель генеральный директор сая coin я вообще вам советую почитать вот этого дэвида ворика если вы владеете монетками саян потому что он пишет очень хорошо очень понятным языком и даже если вы не знаете английский вы просто делаете перевести и знаете у вас получается какой-то удобоваримый текст потому что иногда бывают английские переводы они как-то очень коряво переводится там ну с оборотами и сложно к пониманию у него очень хороший стиль он объясняет простыми простыми словами я вам в чат скинула ссылочку на его статью его видение на 18 год и дальнейшие перспективы посмотрите а на этом слайде вы видите фотографию это была первая фотография самая которая была закачана вот в эту сеть на эту платформу но это так вам для того чтобы улыбнуться это самая первая вот эта доза информации то есть что стало с этой фотографии когда ее разместили в сеть она во первых она зашифровалась эта информация да то есть никто не не может посмотреть что это такое но даже если вдруг когда-то возникнут какие-нибудь квантовые компьютеры которые там смогли бы это расшифровать здесь задача заключается в том что вот эта фотография она разделилась на множество частей каждая часть была тоже зашифрована и отправлено ну вот этим миллионам пользователей сколько там их есть до количество пользователей я не знаю саякой и по всем узлам эта информация была отправлена и даже если потребуется восстановить этот файл вам не нужно будет все частички вместе как мозаику собирать вам достаточно будет одной части и вот вы как владелец сможете восстановить эту информацию но никто другой который например является хостом и хранит эту информацию себя не сможет понять что это за кусок информации о чем он вот такая суть простая незамысловатая то есть ваша по сути это облачное хранилище данных только децентрализованная и особо защищена смотрите задумка появилась в тринадцатом году что такое тринадцатый год тринадцатый год виталик бутерин придумывает и размышляет на это доработанной версии блокчейна биткоина да в четырнадцатом году он выходит на айсио то есть в тринадцатом году было много вот таких вот идей очень интересных и те стартапы или краудфандинговые площадки которые выходили в то время они как правило все живы до сих пор эти команды работают монеты не скамятся да и какая-то идет деятельность ну как правило большинство из них вот они именно живут значит вот эта концепция впервые озвучена была на хакатоне молодежном таком хаб хак мид ежегодный студенческий хакатон и сейчас идею сая поддерживает бостонская фирма небилос вы наверное они слышали и ребята из этой фирмы они за как раз децентрализованный интернет то есть они очень поддерживают идею децентрализации сама ведь старовала в пятнадцатом году но она конечно была сырая в принципе положила руку на сердце я хочу сказать что сыровата она и до сих пор но единственное что за это время они очень много чего сделали и очень много что делают поэтому о выводах поговорим чуть-чуть попозже но в принципе с точки зрения пользователя ну я не знаю я пока бы не стала бы пользоваться этой сети но имела бы в виду да и и например на какую-то ну вот перспективу может быть через год там через полтора когда они все доделают значит в собственном блокчейне системы хранятся не только проводимые транзакции что это значит оплата осуществляется ходит как монетка по платежным каналам это монета сая да но и также заключенные между пользователями контракты что это за контракт если вы хотите выложить вашу информацию то автоматически открывается контракт вот это и есть то есть две задачи платформа выполняет платежную и контрактов причем сая поддерживает как двухсторонние контракты так и быстро двусторонние каналы платежей и транзакции в сети происходит быстро и практически мгновенно и без дополнительных трат это безусловно преимущество ну давайте тогда попробуем провести какую-то аналитику когда мы хотим проанализировать платформу или монету мы куда идем на coin market кэп правильно давайте начнем сейчас не с цены хотя цена в принципе вот я вчера делала снимок 0027 доллара показывала рост 458 процента да но подтягивалась вслед за растущим биткоином на тот момент когда делал скрин куда мы идем первым делом на биткоин ток вот вспоминайте наш вебинар про реддит вроде бы идея неплохая вроде комьюнити там вредите живое да вы помните что я говорю что мы как начали вести то есть каждый уважающий себя проект все маркетологи обязательно вам скажут если вы выходите на из его нужно обязательно вести блог на биткоин топе это ну как бы такая и не то что этика но это заявите себе в целенаправленном комьюнити и reddit начали в биткоин толки в четвернадцатом году в четырнадцатом годом они закончили то есть они дальше не стали продолжать вести блог а здесь я вот показала на скрине вы можете сами посмотреть что да до сегодняшних дней ведется разговоры живые и идет общение очень вполне нормальная без негатива обычные рабочие моменты обсуждают много майнерских тем обсуждается потому что они выпустили собственный майнер для того чтобы майнить саю это позитивный знак это хорошо дальше значит идет мы понимаем что рабочие процессы идут давайте посмотрим на команду ну во первых сама компания небе улос она представлена на гитхабе это тоже показатель вообще сая это платформа с открытым исходным кодом поэтому конечно на гитхабе они есть они этот код выкладывают программисты общаются пишут статьи дорабатывают дэвид ворик пишет много статей а здесь вот фотографии ребят вот видите они молодые ребята кристофер шинерл это разработчик ну в общем дэвид ворик это сео исполнительный директор да есть еще люк вот мальчик это президент и в компанию входит вот еще пару человек разработчика менеджер все молодые я говорю вот с определенным образованием если там на некоторых ресурсах можно посмотреть про каждого из них небольшая биография если кому-то интересно там поподробнее можно это все почитать так то есть мы понимаем что команда нормальная процессы рабочие идут дальше как это работает ну давай загружайся значит что такое proof of work proof of work это тот консенсусный алгоритм на котором работает bitcoin это когда машины работают для того чтобы решить какую-то задачу и они тратят на определенную мощность значит вот сая платформа тоже и монета мы говорим об этой об этой платформе тоже работает основана на алгоритме proof of work и смарт-контрактах когда пользователь загружать файл он включает контракт системы значит и в этом контракте прописывается что корень меркла данного файла это значение как идентификатор как определитель что это за файл то есть там хэшируются данные сводится все в одно какое-то значение за хэшированный а корень меркла называется потом количество вознаграждения и сумма штрафа за нарушение что имеется ввиду если вы хост если вы берете на себя обязательства хранить данные вы должны соблюдать определенные условия и иметь определенные деньги на типозите и если вы нарушаете условия такие как вы должны там каждый день подтверждать наличие этих файлов наличие этой информации если вы это не делаете например отвалились от сети то с вас автоматически снимается штраф тем самым сеть защищает себя от недобросовестных хостов то есть хосты заинтересованы в стабильном хранении данных понятное дело потому что они за это получают вознаграждение я хочу вам предложить если вам интересно вот эта тема как-то понаблюдать подключиться вживую зайти на сайт сая вот сая setup.info и там вам будет предложено скачать ну так называемый холодный кошелек на любых сайтах официальных есть если есть кошельки да то их можно скачать и на биткоине и так далее обычно это делают майнеры они скачивают то есть нужно иметь во первых хороший интернет потому что он будет скачиваться очень долго bitcoin он будет скачиваться у вас несколько дней в данном случае сай он будет у вас целый день скачиваться да у вас должно быть раз место потому что туда закачивается блокчейн со всеми данными но при всем при этом вы будете понимать что у вас хранится информация надежно вот и у вас есть некий интерфейс и вы располагаете каким-то функциями так вот для того чтобы вам например выступать тем же хостом вам обязательно нужно то есть без вариантов вам обязательно нужно скачать это приложение так вот перед тем как что-то скачивать обратите внимание что есть всегда руководство ну к действию и нужно посмотреть и прочитать ознакомиться с этим руководством вот например данный момент я бы не советовала этим заниматься потому что вот до 1 мая у саи были временно отключены сервера и шли технические работы прошло буквально два дня после я бы не рискнула я бы выждала бы там недельку полторы-две для того чтобы не попасть на какие-то технические проблемы вот и если вы хотите выступить хостом то вы должны понимать что у вас должны ну как бы должны быть намайнены или куплены монетки сами сая коины для того чтобы положить их на депозит если же вы хотите пользоваться этой системой и отдать свои данные на хранение то у вас должны быть эти монеты для того чтобы вы оплатили услуги в этой монете какие в основном вопросы возникают что будет если там компьютеры отключаться от сети не потеряется ли информация нет за это можно не беспокоиться информация не потеряется потому что при хэширование и шифрование используется такой специальный цикличный код файлы разбирается на множество множество частей распределяются по разным хостом и загружаются они как правило на четыре десятка хостов и если хотя бы 10 работает то значит с данными с вашими все хорошо такая пропорция действительно сохраняется и данные будут в безопасности что же касается того что владельцы пк смогут увидеть ваши данные да но многие задают такой вопрос об этом тоже можно не беспокоиться я об этом уже говорила что все данные надежно очень шифруются и это ну просто там определенная идет система шифрования шифруются сама часть основная потом вот эти вот мелкие части хэшируются невозможно понять что вы отправили то есть можно смело отправлять приватную информацию в данном случае так пора переходить к самой монете то есть о платформе мы поговорили что она из себя представляет очень медленный интернет у меня прям какой-то кошмар как начались проблемы у нас по стране то у нас тут что-то с вроде бы близко к центру россии к сердцу большой мегаполисе но невозможно что тут не только у меня у многих проблемы так что извините но сейчас надо подождать по загрузится немножко и так ладно пока грузится я вам так скажу да основные преимущества вот этой вот платформы в итоге то что данные хранятся децентрализованно в отличие от централизованных серверов то что основное отличие то что это экономия для пользователя потому что один терабайт хранить здесь стоит 2 и 4 доллара это дешево у меня на этом слайде внизу я не знаю когда вы это увидите этого не вижу пока есть скрин сравнив сравнительных цифр то есть сколько в месяц а вот американцы платят за хранение на гугле там на амазоне и так далее то есть там очень значительная разница в цене получается вот кроме того за счет вот этой децентрализации и за счет того что ребята хорошо поработали там действительно обеспечивается высокая скорость сети и практически ну нулевые транзакции внутри сети это тоже хорошо потом здесь смотрите когда идет децентрализация каждый из участников сети он хочет чтобы сеть работала нормально потому что он в там кровно заинтересован поэтому какие-то неполадки и проблемы быстро исправляются вот эта вещь что что они открывают код это не только улучшает инвестиционную привлекательность самой монеты но в случае если конечно люди будут скачивать этот кода делать свои приложения на основе него да и расширять пользу пользовательская комьюнити но хорошо еще тем что ну это как бы повод для разговоров разработчики могут присоединиться там очень часто бывает такое что даже бесплатно да какие-то находятся волонтеры там инициаторы и команда разработчиков выдает проблему и программисты подключаются начинают как-то ее совместно решать вот в данном случае проект не мертвый он живой у него комьюнити очень хорошая связь вот разработчиков с людьми вот это сильная их черта мне вот это в данном случае нравится здесь вот кстати amazon и google за 5 терабайт информации возьмут с пользователей там порядка ста долларов ну поэтому для сравнения да мне открывается периодически слушайте я переключу на другой слайд это невозможно я хочу уже дойти до монетки до сия значит хорошо валюта платформа сия койн когда мы начинаем рассматривать ту или иную монету мы опять таки идем на тот же coin market cap и начинаем смотреть ее эмиссию цену на данный момент капитализацию график что она показывала опять-таки с пятнадцатого года по семнадцатый год монета практически лежала она единственная поднялась немножко у нее был всплеск в мае семнадцатого года а потом конечно как и все монеты она подтянулась к концу семнадцатого года давала давала определенные всплески на новостном фоне но кстати знаете вот еще что можно вам посоветовать это крипто рынок это рынок который как я уже говорила очень сильно на него может повлиять новостной фон то есть и вот эти новости глобальные нужно делить на новости которые влияют на цену и новости все остальные которые относятся крипто рынку но не влияют на цену какие новости могут повлиять на цену это какая-то партнерка с какими-то крупными предприятиями это какие-то софт-форки то есть доработки предлагаю приложений да это выступление ну разработчиков релизы какие-то там выход новых кошельков там или что-то такое вот существенное или предположим а ну про партнерство я уже говорила но в общем это какие-то такие вот вещи которые действительно определяют и влияют на цену да или может быть там лица как роджер вера или там баффет или еще кто-то например какие-то влиятельные да вы или макафин высказываются в пользу той или иной монеты и вот есть в телеграме такие роботы новостные роботы которые дают эту информацию туда вы можете забить название монеты и вам будет просто как только где-то информация идет в новостном поле а в основном откуда мы черпаем информацию из твиттера то есть если твиттер выдает какую-то порцию информации которая влияет на цену вот это захватывает и вам это выдает есть будут и платные есть бесплатные этими ботами пользуются трейдеры потому что они должны немножечко быть на гребне волны и идти с опережением я вам даю просто такую подсказку что если вы интересуетесь этой монеты вы можете это тоже смотреть так вот что мы видим на этом графике что в принципе у него у нее очень было не был был неплохой рост да то есть памп это был или новостной фон но неважно она дала то есть она показала свой потенциал и теперь смотрите вообще вот 13 год монета вышла на хакату вот концепция появилась в пятнадцатом году компания на оси не выходила в данном случае там было нечто краудфандинга то есть там были заинтересованы и такие спонсоры инвесторы которые дали денег на пятнадцатый год они собрали миллиону чуть больше миллиона долларов миллион там 250 тысяч долларов это считалось по тем временам очень приличная сумма на настоящее время если мы бы сравнивали да мы бы сказали ни о чем но на тот момент это была приличная сумма то есть идея на тот момент да она была актуальна и на этот она актуальна дальше по состоянию на семнадцатый год на графике видно что монета показывает 0027 к доллару и сейчас она стоит 0027 но вы не забывайте был пик потом откат но в принципе она не упала до более низких позиций это тоже говорит о том что это хороший знак то есть в принципе это все неплохо но в то время когда выходила на рынок эта идея от децентрализации было еще несколько компаний стартапов которые тоже работали над этой идеей и вот одна из компаний выходит на сего и собирает 30 миллионов долларов и заявляет о том что она партнерится с крупными предприятиями и вот теперь этот год решающий можно сказать для сиакойна но у сиакойна или сайакойн правильно да как разработчики говорят то есть если сейчас разработчики что-то такое сделают как-то так всколыхнуть рынок вы понимаете какая конкуренция до всего на сегодняшний день 350 стартапов ежедневно выходит на рынок конкуренция огромная монета это по меркам считается старая и если она сейчас в этом году себя никак не проявит можно будет поставить на ней крест ну в принципе либо она раскочегарится на долгосрок но тоже для инвестора это будет не сильно привлекательно может и такой быть вариант ну давайте тогда посмотрим на каких биржах она торгуется а торгуется на между прочим самый большой оборот дает 24 миллиона 400 тысяч долларов она дает на самой крупной площадке по обруйему торгов в южной корее оббит и это неплохо ребят она торгуется на битриксе на полониксе единственное что я не очень поняла надо промониторить новости параллель повторно пошел слух что с полоникса и и длистят вот но на полоникса и не думаю что нужно обращать особое внимание ну то есть вот то что она на оббите это очень хорошо и там дает определенный объем и это говорит о том что со стороны большого и емкого рынка денежного рынка и рынка кореи есть интересно к этой монете к этой идее и вот про вот этот конкурента про которого я говорила есть такой такая компания сторш и я здесь вам для сравнения просто ну и и показываю заскринила да она уже сейчас стоит доллар 18 то есть опережает по цене нельзя сказать что это плюс то что сая койн стоит меньше доллара и если мы поймем что у нее есть потенциал это наоборот в ее пользу говорит но сторш примерно с той же самой идеей собирает 30 миллионов долларов то есть у них совершенно другие возможности и они партнерятся с крупными фирмами и сейчас на рынке представляют ну как бы наибольшую опасность скажем для этой монеты поэтому если хотите вашу инвестицию можно дифференцировать часть до часть туда да дальше в чат я ссылку скинула наш сайт coin check up com в принципе он говорит о высокие показатели там он говорит о том что рабочая команда рабочая идея же у него на кончик опи все хорошо упасаем это тоже для нас большой плюс да мы ставим плюс напротив этой монеты и вот на картинке я показываю как раз вот статью которую написал вот исполнительный директор ссылка в нашем чате есть обязательно эту статью прочитайте кто заинтересован так ну что какие перспективы но перспективы тут могут быть нет в принципе в кстати комьюнити и вот те кто вообще любят оценивать перспективы я вот мало нашла отрицательных отзывов идею хвалят единственное что как и любую монету ее могут пампить да вот если ее будут периодически пампить с точки зрения как бы инвестора на пампе конечно заработать можно но это как бы не очень добросовестно считается и пампы в основном каким монетам нужны монетам пустышкам которые не добирают по своей идее не получают отклика от рынка да а просто пампится за счет того что нагоняется искусственно этот спрос но видите рынок не стоит на месте дело в том что вот это вот хранение информации оно сейчас тоже перерастает в такую плоскость как бы что ну вот например трон тот же самый да выходит с идеей объединить всех пользователей и сделать некую такую площадку и стриминговую и по обмену информации и как глобальную социальную сеть и как там объединить и киберспорт и много-много чего да то есть у него вроде бы и и хранение тоже присутствует но и масса других функций и трон сейчас очень как бы перспективен тоже некий конкурент то есть сейчас такое время когда нельзя дремать нельзя долго раскачиваться надо все-таки быстро действовать но быстро или медленно ну как бы но ребята работают какие перспективы и цель вот полностью изменить сферу хранения информации создать самый большой супер сервер на планете они заявляют конечно вот эти планы их амбициозные что они считают что на этом сервере каждый сможет держать свои данные от фильмов музыки фото до важных документов бизнес-проектов там приватной информации и даже такие гиганты они не ну не стесняются об этом заявлять как youtube по их мнению а тоже будут использовать сая чтобы улучшать свой сервис и в будущем создатели платформы планируют занять до 90 процентов рынка потому что верят что вот такую идею все поддержат к сожалению я повторю это идея вот их заявленная если она в пятнадцатом году была очень актуально то в восемнадцатом году актуальность вот этого заявления она не то что актуальность но она уже начинает вызывать улыбку потому что существует очень большая конкуренция настолько много рыб в этом океане да что вот как я говорю вот рассмотреть где здесь золотая рыбка золотая рыбка она будет очень востребованная очень красиво и как бы очень вкусно и очень быстро да то есть она должна обладать большими деньгами для того чтобы нанять там наилучших программистов кстати саян наняли программисты сейчас на постоянную основу который там вот что-то дорабатывает но то есть у них есть определенные там моменты косяки с кошельком определенные косяки там по обмену но вот дворик пишет своей этой статье что он это все перечисляет и пишет свои мысли как они это будут дорабатывать но вот я говорю вот у них есть год если они за этот год что-то сделают глобальное у них будет шанс хорошо выстрелить на рынке если не сделают но к сожалению я считаю что перспектив у них таких вот сильных не будет но нужно мониторить в твиттере по ботам вот на гитхабе обязательно надо смотреть эту информацию повторюсь открытый исходный код у системы это значит что любой желающий вы тоже можете его скачать и сделать например свое собственное приложение на на основе вот этого кода а это значит что вы будете пользоваться монетой сая а это значит что спрос на монету будет расти будет больше пользователей но но ждут на сегодня на самом деле что платформа заработает на полную мощность потому что на данный момент разговоры разговорами но и трон это еще сыра в перспективе это только идея и тот же сторш да еще ничего такого не реализовали и вот на данный момент рынок настолько как бы ну перспективы какие к двадцать первому году рынок оценивают специалисты 74 миллиарда долларов это не шутки это очень большая емкость рынка и вот это вот очень сладкий большой пирог большую часть которого этого пирога сейчас забирают централизованные платформы да и если сая coin как децентрализованная платформа наберет в себе мощи но я немножко не хватает потому что поймите она подпитывалась за счет условно это краудфандинг это были определенные точечные спонсоры да то есть они получили там грант и они получили спонсорскую помощь и это было чуть больше миллиона и представлять у них конкурент который владеет деньгами 30 миллионов но есть разница по возможностям но с другой стороны не все потеряно в принципе а что им мешает как существующему бизнесу да выйти ну на и се масштабироваться или там ну еще какие-то варианты придумать еще там нескольких спонсоров найти или гранты получить или там я не знаю как эти ребята делают из классика да там ну пишет нам надо столько-то набрать на такие-то решения то есть это тоже варианты возможны но им конечно нужна эта финансовая подушка для того чтобы реализовать сами по себе вот ребята позитивные правильно думающие правильно мыслящие то есть скам в идее не заложен до главное вот пожелать им удачи чтобы они это реализовали ну собственно я бы посоветовала наверное если вы держите этот токен не играть на краткосрок с этой монетой не планировать даже среднесрочные какие-то варианты а чисто ходлить на долгосрок то есть купить сегодня положить на кошелек вирекс там на год и через год как раз вот посмотреть вам во первых проценты вирекс и набегут а во вторых и через год вы посмотрите что из себя будет ну представлять это монета если все не очень как бы хорошо вы это увидите и в чате чат в телеграме кстати очень позитивно и там тоже можно все посмотреть и вот это очень большой показатель когда вы оцениваете ту или иную монету смотреть комьюнити изнутри много ли там негатива что там говорят про ту или иную монету здесь негатива как такового нету так что спокойно можно ее покупать и держать вирексе как инвестицию долгосрочную но это нужно понимать вот мой вопрос к вам в заключении я хочу сказать вы бы хотели как каким-то образом использовать этот сервис то есть вы считаете что это актуальная идея на данный момент на рынке почему выбрал как перспективную но когда они ее выбрали в семнадцатом году наверное на семнадцатый год ну действительно актуальность была выше я не говорю что она не перспективная я говорю о том что очень велика конкуренция на рынке и нужно ну и я не знаю поймать птицу счастья за хвост наверное вот в данный момент для того чтобы войти в топ там 30 и хорошо очень набрать капитализацию то есть нужно соблюсти много критериев нужно иметь очень грамотную команду финансовую подушку чтобы она нанимать лучших специалистов да и не думать о деньгах и работать чтобы занимались хорошие маркетологи чтобы могли обертывать чтобы разогревать комьюнити что-то там делать какие-то акции устраивать и так далее то есть комьюнити должны обладать мотивации определенной должно очень много факторов совпасть вот почему даже на земле одна вот там булочная там или кондитерская там успешно работает а другая вроде бы то же самое персонал неплохой ремонт нормальные места хорошие там оборудование нормальное вроде и ассортимент практически то же самое но вот то да не то а там народу меньше и и средний чек гораздо меньше это рынок к сожалению или к счастью я даже не знаю то что ребята из вирекса включили эту монету ну правильно сделали у них есть аналитики и на тот момент они посчитали нужным но мы с вами рассматриваем я не сказала плохо про да я сказала ее имеет смысл взять на долгосрок обратите внимание как осторожничала я с диджи байтом там там с редкоином да с тем же но здесь я говорю совсем иначе просто здесь рынок меняется по-другому смотрите сейчас что происходит в мире сейчас появляется такое как бы понятие вот у нас есть понятие интернет да а сейчас стали появляться понятия интернет вещей интернет информации интернет ценности но на самом деле слово интернет здесь немножко звучит в корявом смысле но она уже устоялось мы будем говорить как устоялось не будем придираться как бы к формулировкам можно греть в веб они интернет и сейчас если раньше были какие-то вот отдельные категории как специализации то сейчас это так все сливается перетекает одно в другое сая определенную специфическую ну специфический сектор только децентрализованное облачное хранилище и все ну с платежной системой повторю тот же трон предлагает и это и плюс еще много всего развлекательного да как вообще огроменную экосистему геймеров блогеров как вичат только в больших масштабах тенденции пошли другие по другому информация течет сейчас будет вообще вот ну это мы потом вернемся когда мы будем говорить об интернете вещей я там более подробнее поговорю на эту тему ограничение монет там есть но они приняли решение в этом году сжечь вроде какое-то количество момент но информация не подтвержденная только из чатов что должны были в апреле сжечь 45 процентов это должно было улучшить ситуацию с с котировками вот побеждает не самый умный а самый шустрый да дауд совершенно верно информация меняется очень быстро и я говорю какой поток вот этих и силой сейчас идет и одна идея лучше другой одна команда лучше другой посмотрите какие сборы они делают сейчас если сбор меньше десяти миллионов там 15 но это считается ни о чем но если конечно компания не масштабируется и не ставит себе софт кэп в эти в этих размерах я имею ввиду что если сбор по хардкэпу там по вообще общий сбор идет меньше то есть это считается как бы что уже не очень они собрали 1.25 миллионов в пятнадцатом году ну вот о чем говорить просто старовато монетах но посмотрим что они сделают да если они технически выполнят вот эту сложнейшую тоже задачу то нет значит они будут жить найдут способы как дальше держаться на плаву команда у них очень хорошие ну хорошо вот скажите мне после вот этой информации у многих появилось желание купить эту монету мне просто интересно что вы ответите что вот вы считаете майнить есть желание ну правильно ее надо майнить и использовать конечно как услугу а сервис вот этот а вот вы у вас не появилось желание подключиться и быть хостом к этому сервису ведь вы можете предоставить излишки своей ну как бы памяти компьютера и получать за это деньги купить на долгосрок конечно да вот да уже продать появилось ну продавать подожди пока вот сейчас вот биток когда будет делать большие взлеты тогда если захочешь продавать сая подтянется за битком и продашь идешь без убыток и даже профит сделаешь возникли сомнения уже имеется вот видите сколько людей столько мнений но в принципе это хорошо то есть это определенные мысли здесь нет категорического да или категорического нет это монета над которой стоит подумать конечно инвестировать на всю котлету как говорится не стоит нужно дифференцировать стратегия да определенное инвестирование то есть есть инвестиционный капитал он там делится на какие-то части как правило самая такая стратегия делится пополам одна половина делится равномерно между битком и эфиром там биток называют цифровое золото а эфир называют цифровой нефтью можно еще разделить не на две части а на три можно не в равномерной пропорции есть еще монета лайткоин которую называют цифровым серебром да и вот первая половина этого маркеткэпу да вот именно в такой пропорции можно сделать не так можно выбрать там например пять каких-нибудь перспективных монет или там по вашему желанию там количество просто ну вот сейчас с вами идем по монеткам разбираем да и вы можете вот посмотреть так вот на эту монету можно было бы например выделить не более пяти десяти процентов вашего инвестиционного портфеля сдал бы им место пишут правильно я бы вот тоже бы сдала место я считаю что это хороший вариант у кого есть место лишнее у кого есть интернет быть хостом ладно ребят ну с монеты мы закончили давайте мы проголосуем какую монету мы будем рассматривать в следующий раз что бы вы хотели рассмотреть и в следующий раз мы встретимся в восемь часов не в девять то есть все по расписанию будет мне очень интересно что вы хотите какую монету нео и иота а у нас есть иота да в кошельке да вот дигибайт был давайте иота если она у нас есть но вообще иота миота это интернет вещей но у нас по моему нет в списке вот единственное что мы тогда пойдем не по вирксу но мы можем поговорить про интернет вещей потому что это актуально на самом деле и рассмотреть вот эту вот монету миоту об этом очень много разговоров мы поймем насколько как бы перспективно или нет вкладываться вот в такие вещи но то что мир движется в эту сторону это однозначно к миру интернет вещей к ютам хорошая монета да по к ютам тоже хотелось бы по кватрум поговорить нео а вот нео у нас есть вирксе записи ну вот я не выкладывала диджибайта и реддита но на официальном канале в ютубе виркса есть записи всех вебинаров ну что у нас три варианта нео и ута и к ютам что будем делать я бы выбрала или нео рассмотрела нео да нео все давайте нео тогда отлично потому что это очень сейчас актуально в связи с тем что мы проходили эфириум мы понимаем что эфириум упирается в проблему масштабируемости кстати в ближайшее время виталик заявил что он внедряет это свое решение по масштабируемости поэтому возможно цена на эфир подрастет в ближайшее время да в связи с этим но тем не менее эфириум догоняют такие площадки как как иос как нео как даже ада waves какие у нас еще есть площадки которые могут давать децентрализованное приложение но нам сюда не очень относятся да ну каким то тоже блоком тоже здесь на этом рынке конкурируют то есть создаются такие технологичные проекты которые пытаются часть рынка забрать на себя ну вот нео нет на вироксе рустем пишет нео нет на вироксе значит я не помню что есть на вироксе ну хорошо давайте тогда поговорим хоть его и нету про иоту миоту это важный шаг на самом деле для того чтобы потом рассматривать всякие технологичные вещи вам пригодится интересная информация хотите про интернет вещей это история о том а вы вообще давайте так вы знаете что такое интернет вещей напишите ко мне дауд знает что такое интернет кто не знает давайте я вам в двух словах расскажу может чтобы у вас понимание было ну пока пишите давайте это такой пример приведу например вы хотите проснуться чтобы ехать на работу или там куда-то утром у вас умный будильник мониторит пробки в городе и будет вас в то время чтобы вы не теряли ну не встали значит встали в оптимальное время чтобы вот вы встали попили кофе сели в машину да и проехали без пробок и это заняло у вас минимум времени соответственно будильник принимает сигналы от умного города там да по пробкам светофорам и трафику когда он звонит он дает сигнал кофеварке пока вы встаете там умываетесь заходите на кухню у вас уже чашка горячего кофе вы выпиваете чашку горячего кофе кофеварка дает сигнал машине автомобилю завестись да вы выходите из дома садитесь в прогретый автомобиль там у вас включается музыка и вы едете минуя пробки по оптимальному маршруту в место назначения интернет вещей это некая сеть неправильно говорить интернет правильно говорить веб ну такое уже слово распространенное говорят интернет вещей то есть это такая некая сеть определения нет поэтому мы можем сказать своими словами сейчас как раз вот регуляторы специальные институты огромные учреждения с тысячами людей народа да думает о том как подвести все в определенные рамки то есть сейчас на самом деле идет процесс в сторону интернета вещей появляются какие-то гаджеты которые имеют контроллеры сигналы там на производстве ну вот даже в том же автомобиле есть там разные там система вентиляции системы там музыки или там еще какие-то системы да но они все системы сами по себе а вот когда вот эти все системы на фоне города общегородские на фоне промышленности на фоне там уже дальше инфраструктуры да и вплоть до чайника когда они все могут переговариваться друг с другом по определенным каналам это и есть интернет вещей когда он влияет на уже жизнь социальную человека для того чтобы это все внедрить нужно для начала во первых понять определение во вторых построить некую платформу откуда они будут брать эти сигналы то есть это же переговорная ну между узлами да устройство переговариваются между собой эти условия должны не только переговариваться между собой но они должны взять информацию и проанализировать или представляете вот на секундочку датчики да которые там дают какую-то информацию а если этот датчик сел у него батарейка села а это недопустимо в интернете вещей не должно не должна садиться батарейка что тогда это тогда все обвешать батарейками какими-то большими зарядами нет конечно значит ученые думают над тем чтобы эти датчики контроллеры брали энергию от движения человека от тепла человека да человек ходит от ветра света от тепла от движения чтобы они могли подпитываться вот над этим сейчас работает вот и задействовано очень много сфер ну в Америке задействованы целые институты есть Georgia Institute они получают огромные заказы и гранты на разработку как раз вот этих вот альтернативных средств ну альтернативы батареек там да вот таких устройств которые бы могли аккумулировать в себе заряды Массачусетский университет как раз разрабатывает концепцию как это подвести все под одно регулирование понимаете это же должно быть определенное понимание то есть почему это должно зарегулироваться потому что должны быть выданы требования там к промышленным изделиям чтобы они содержали в себе какие-то устройства определенного стандарта и т.д. и т.д. и т.д. то есть это надо все подвести и причесать под одну гребенку и тогда это все заработает и вот это однозначно будущее это однозначно то к чему как бы катится мир и наш быт поверьте лет через там может быть не наш в России потому что у нас в России такое ощущение каменный век но имеется ввиду про какой-то развитый там мир он там очень скоро уже к этому придет потому что уже существуют вот эти вот умные дома и там навигаторы там в машинах да просто процесс вот это вот надо в себе все соединить и вот здесь вышла на рынок сейчас вот это вот как бы назвать это даже может быть и не криптомонета вот это иота дело в том что у нее нет блокчейна она не майнится она работает такое есть английское слово путаница тангл и вот она работает на своей сети на вот этой тангельской сети да а называется она миота потому что она очень очень дешевая потому что транзакции в этой сети в сети интернет вещей по идее они должны быть моментальными и без комиссии и поскольку монета сама очень очень дешевая то нужно миллион монет чтобы хотя бы она ну давала какую-то ценность поэтому ставится буковка м и говорится миота а на самом деле это иота почему иота аббревиатура интернет ну вещей интернет of things с буквой т пишется интернет of things это значит иот и вот мое мнение что об этом очень полезно было бы сделать блок вебинарный да даже несмотря на то что этой монеты там нету пусть в кошельке и сразу я даже могу сказать что наверное ну не то что не стоит тут дело очень индивидуальное но я лично считаю что у нас пока нет интернета вещей поэтому идея очень красивая зашибись какая шикарная ее очень преподносят красиво всегда все рассказы но техники которые стоят или исполнители с решением задач понимают как еще далеко до реализации этой сказки но ни у кого нет сомнения в том что эта сказка будет реализована вот поэтому немножко об этом поговорим там надо разбить на категории вот это вот все вот рассмотреть и поэтому я думаю что давайте тогда поговорим в следующий раз про иоту хорошо давайте жду от вас обратной связи и закончим вебинар уху плюсики ну отлично подумайте и вы тогда да раз вы будете знать что мы в следующий раз говорим про интернет вещей может быть давайте у нас будет какой-то обмен данными может быть вы найдете какие-то примеры или подумайте как бы ваша жизнь изменилась если бы вот у нас все вот так бы было устроено что ну на самом деле это сокращает время на человека да и высвобождает его время для того для его там творчество для его деятельности поэтому как вы себя видите насколько перспективно это в россии именно насколько перспективно там где вы живете что вы можете вообще себя представить вот в этом мире или нет ну все тогда отлично в следующий раз будет интересный разговор а я с вами прощаюсь спасибо вирексу за вебинарную комнату и за возможность поговорить в монетках до встречи в следующий четверг в восемнадцать не восемнадцать в двадцать часов по москве все пока пока домашнее задание правильно пока ребят не в порядке не в порядке и ну